прислали в заточку и в работу такую вот немку немка от производителя эрнст мандар вид это немецкий производитель который работал с 1922 как минимум это как минимум опять же 1963 возможно дольше вот от его имени и фамилии была придумана торговая марка эрма то есть первые две буквы и р и вторые 2 м а так делали очень многие немецкие производители таких марок я не знаю несколько десятков на есть и вот один из таких примеров на креме можно видеть эрма золинген и сам логотип травомарки подкрыл выпускать бритвы это орел лапах которого две половинки ну вот как от глобуса как две половинки земного шара больше никаких обозначений на бритве нет сама по себе небольшая где-то 5 восьмых очень красивая ручка из пластика или из целлу и до подрок вот но тут есть некоторые моменты значит бритвы он привел в порядок здесь была коррозия на спинке глубокая это все в ноль вычищено зубчики слегка почистил здесь и здесь и на кончике носика тоже коррозии немножечко было тоже убрал вот в остальном все чисто и аккуратно по моментам на ручке здесь в районе осевого пина мне кажется кто-то когда-то переклёпывал потому что пин не соответствует здесь вот такой белый здесь латунь вот и здесь если присмотреться можно видеть уже намет на трещину поскольку это довольно старый пластик но я поеду датировал послевоенному временем вообще в целом эту бритву думаю это где-то 50 может быть 46 по 55 где-то такая вилка временная вот все равно пластик достаточно старый именно этот вид и вот кто-то когда-то его ну может быть пина оригинальной но ее пытались закрепать чтобы она более плотно сидела в ручке бритва и вот здесь можно видеть уже и здесь пошла такая трещинка и с этой стороны ну здесь вот тоже трещинки еще нету но здесь опять же на видео сложно будет показать ну да с этой стороны тоже есть вот и на торце в принципе это видно и так если смотреть в общем она все держаться будет будет все нормально но ронять нельзя категорически пластик очень хрупкий вот этот пятидесятых годов которые в германии использовали для бритв вот если уронить на кафель на что-нибудь твердое скорее всего в этом месте расходится по севому пину если просто пользоваться мы и думаю будет полный порядок вот почистил немножечко или почистил полотно она была чистая ну просто для профилактики сделал легкую полировку заточил значит на кромке тоже были небольшие такие как выщерблены что ли вот небольшие провалы но здесь полный порядок с геометрией бритвы особо никто никогда не мучил ни на пастах не на камнях здесь легчайшая правильно улыбка скроле не идут к носику к пяточке паска достаточно тоненькая получилась разоточена она у вас будет на одном слое изоленты вот такая вот бритва на это сейчас покажу в комплекте был футляр скорее всего тоже кто-то восстановлю потому что при профилактических работах с него начала облазить вот эта черная краска таким обычно футляры никто не восстанавливает обычным гуашью какой-то для этого специальные средства применяются вот кто-то когда-то его подкрасить видимо решил футер модельный оригинальной инструкции внутри не было я посмотрю кусочек какого-то порлона лежал опять же новшества кто-то когда-то недавно наверно вложил чтобы бритва меньше болталась вот по стали самое что ни на есть типичная немка несколько агрессивная будет стали условно поющая здесь половина выборка довольно таки твердо каленая поэтому при бритье будет шуршать правится на ремне дольше дольше чем обычной бритвы с чуть большим давлением надо править иначе направляться не будет сталь хромистая с кучей лигирующих добавок скорее всего опять же повторюсь типичная немка середины двадцатого века вот кругов 50 ремня надо сделать с небольшим давлением и все будет в порядке в данном случае можно не бояться завалить кромку или еще что-то испортить она очень твердо понятно что там со всей дури не надо на нее давить и провис и не должно быть все ремень должен быть ровным вот но определенный акцент больше чем обычно прикладывать приправки понадобится но опять же и заточку скорее все дольше будет держать такие немки этих лет это и хенкельсы и бокеры винтажные долго винтажные 50-х 60-х они в принципе все очень долго держат заточку в бритье на любителя но заточку держит дольше более старых бритв вот все отправлю вместе с остальной частью заказа когда она будет готова